Скажем, аромамасел и лечебных камней. Давайте сейчас же посмотрим, почему у нас в жизни происходят странные ситуации и почему нам так трудно поменять наше восприятие. Сейчас я вам покажу классную картинку и попрошу в чате как в фейсбуке на странице, так и здесь ответить просто, что вы видите. Понятно, если вы уже отвечали на этот вопрос, ну, значит, ответьте еще раз, потому что не все наши участники отвечали. Если вы, скажем так, отвечаете впервые, да, то, я думаю, это не составит труда, картинка простенькая. Вот вторая картинка будет непростенькая, я над ней тоже достаточно попотела и, как я вижу, многие тоже немножко потеют. Так что, пожалуйста, пишите в чате, что вы видите. Мы сейчас тренируем и проверяем наше восприятие. Поехали. Валентина пишет, два лица и база. Первый ответ получен. Я пока ответ не комментирую. Далее. Я приветствую вновь подключившихся. Пожалуйста, включите, выключите ваш микрофон. Я сделала таким образом, что, ну, видно презентацию и меня, вас практически, вас не видно. Поэтому не паникуем. Пишем, пожалуйста, ответ в чате, либо, если у вас что-то не получается, говорим голосом. Но уважаем друг друга, то есть один говорит, у всех выключены микрофоны. Затем говорит другой человек, другой участник. И также можете отвечать также в фейсбуке. Я вас также сейчас уже вижу. Включаю микрофон и говорю, Рима, что вы видите? Да. Да. Я вижу два лица и базу. Два лица и базу. Так, следующий участник. Анна. Анна, я сейчас не вижу. Инна. Да, два лица и база. Это простенькая сейчас картинка. Это я видела, да. Хорошо. Простенькая картинка. Ну, давайте перейдем сразу и к сложненькой картинке. Согласны? Готовы? Да. Очень хорошо. Да, тут надо было приглядеться получше. Поехали. Так достаточно подольше. Не говорим. Не говорим участникам. Так, сейчас... Я не знаю, сама правильно ли вижу. Так, 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 подождите, подождите, подождите. Не все сразу, не все сразу. Так, наверное, надо поставить ссылку, чтобы люди переходили в ЦОН. Так, это я не сообразила сразу. Сейчас я вам поставлю ссылку. Правда, у вас по 10 раз ссылка приходила, но я понимаю, что... Что, чем больше, видимо, тем лучше, как сегодня мне сказали. Так, вот ставлю прямо вам сюда ссылку. Вы можете по ней перейти и прямо оказаться в ЦОНе. Потому что практика с картой, то, что я говорила. Ну, мы смотрим, что с нами происходит с помощью контакта наверх и с помощью уша Центара карты. Это будет только в ЦОНе. Да, и транслироваться... Ну, понятно, что трансляции здесь не будет. Вам придется, кто на странице, потерпеть этот период времени. Хотя я посмотрела, может быть, я и сделала. Посмотрим, как получится. Так, итак, есть у нас ответ от Валентины. Я пока не говорю, какие ответы еще. Все, пожалуйста, кто что видит. Ну, просто многие уже это задание делали. Напишите, пожалуйста, в чате, кто делал задание, да, вот это вот. Пришлось попотеть? Вообще увидели сами или увидели только тогда, когда кто-то из участников написал? Либо напишите в чате, либо голосом. Инна? Ну, пришлось немножечко, конечно, постараться по образу поменять у себя в голове. Здесь, скажем так, одна картинка в мелком изображении, вторая в крупном изображении. И здесь важно было суметь сконцентрироваться на большом, перейти от всеобщего, легко досягаемого, сразу видимого, до такого большого масштабного, да, немножко пришлось попотеть. Почему-то я вот прицепилась за ухо, которое потом оказалось глазом. И вот, наверное, не знаю, что это мне подсказывало, подсознание, там, какой-то мой третий глаз, не знаю, какое-то чувство было. Почему-то я вот в этом моменте крутилась-крутилась. Ага. Ну, да, и получилось, и я увидела, и в это время как бы кто-то из девочек подсказал. Да, увидела вместе со всеми, получается. Ага, то есть вы увидели тогда, когда кто-то подсказал, была подсказка. Ну, вот как-то одновременно оно произошло. Я вот в этом глазу ковырялась, смотрела, смотрела. Вот, Валентина тоже написала, пришлось попотеть, но уже как кто-то написал. А, ну это, ну, когда кто-то написал, это сразу-то, в общем-то, еще проходит пару секунд, и потом уже становится видно. Присоединяйтесь к нам, пишите, пишите, что видите вы. Вам интересно, удалось ли вам увидеть, о чем мы сейчас говорим? Мы сейчас говорим именно о восприятии. Я сейчас не знаю, откуда вы к нам подключились, с моей страницы Центра Равновесия, либо вы подключились к нам с группы. Пока не знаю. Ссылка одна, поэтому не знаю. О чем это говорит? Вот о чем вам это говорит? Инна уже достаточно правильно сказала, да, иногда мы концентрируемся на каких-то мелочах, не замечаем очень огромного и большого. И, а самое главное, это говорит о том, что у нас есть разное восприятие ситуации. Если мы эту девушку или, скажем, эту картину рассматриваем как две жизненные ситуации, то чтобы действительно увидеть какие-то мелочи, нам нужно поменять наш ракурс, да, и чтобы увидеть все, полностью всю ситуацию в крупном размере, нам опять-таки нужно выйти из ситуации и поменять ракурс. Давайте немножко с вами вспомним о том, что мы проходили на самой первой встрече. Я говорила вам о чем? Я говорила о том, что приходит с высшего мира энергетика и проходит определенный фильтр, программ через нас. Формируется новая энергетика, возникает мысль. Эта мысль опять оперируется на наши программы в нас, на программы подсознания, тут и карма, тут все вместе, да. И то, что мы притащились в прошлой жизни, и то, что нам дали подарок, скажем так, наши учителя, наши родители, наши... Тут и родовая программа, знаменитые и так далее, да. Сейчас как бы все в одной области, потому что я считаю, это нужно крупно определить как программы, которые влияют полностью на формирование нашей реальности. Соответственно, у нас возникает определенная мысль, мысль формирует уже существующую энергию, базируясь на этом. И, соответственно, возникает жизненная ситуация, как та картина с девушкой, да, как та картина с этой старой женщиной. Германию называют Хейксом, да. Но это еще не все. Возникла какая-то ситуация, и здесь опять идет реакция. Перед тем, как идет реакция, идет уже запрос на центр амигдала. Это центр, в котором наши реакции зафиксированы. И поменять их довольно-таки сложно. Это как определенный алгоритм. И, соответственно, то, как вы реагируете на конкретную ситуацию, возникает та картинка мира, которая возникает, да, в которой вы по существу живете. Но нужно понимать, что, поменяв это восприятие, вы также меняете эту картинку. И здесь может быть не одна картинка, а здесь может быть много картинок. А что важно вот, вот что это такое я нарисовала? Что важно, чтобы вот эта вот складывалась картинка, которая нужна нам? Вопрос к вам. Можно голосом? Мне постоянно, как в школе, надо всех вызывать или как? Хорошо, Римма, что скажете? Я ваш коллега, чего вы меня спрашиваете? Учеников спрашивайте, пожалуйста. Ничего, 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 ничего. Нет, я сейчас летаю в своей области. Ты готовишься, понятно. Да, я, мы все наготовлюсь, так что вы... Хорошо, хорошо, спрошу Валентину. Чего, коллега пришла? Привет. Добрый день. Да, выключаем пока микрофон. Я выключаю? Да. Хорошо. А у меня он выключен? Нет, не выключен. Вот, отлично. Итак, что нужно? Что нужно? Думаем, что нужно... Чтобы то, что мы создаем здесь не осуществлялось. Может, я ошибусь? Я чуть-чуть прослушала, отвлеклась. Ну, наверное, скорее всего, вот то, что у нас земное и духовное наше, как это называется, сознание, они должны быть в балансе. Это, наверное, про это, или я неправильно думаю? Очень часто, очень часто получается, да? Это практически... А что такое баланс? Ну, как на чаше весов, чтобы было примерно уравновешено. Что уравновешено? Вот духовное наше какое-то начало сознания, да? И земное. Правильно, всё правильно. То есть духовное и земное сознание должно находиться, в принципе, в один момент на своей дороге. Когда всё получается. Вот это именно такой тонкий момент, да, Валентина пишет, гармония. Вот это и есть гармония. Это сочетание высшего сознания, вашего же и вашего земного сознания, вашего, так называемого, тела. И вот это вот как раз мы и осуществляли с помощью различных методов с вами на марафоне. Именно вот это вот быть в потоке со своим высшим сознанием. И как вообще получилось? Как это, скажем так, как это чувствовалось? Наверное, тогда, когда наши медитации получались, когда ты достигал какого-то результата, который тебя, может быть, не поражал, не удивлял, которым ты был доволен, когда ты получил, получал какое-то наслаждение. Я думаю, что это вот этот момент. А вот эту вот установку дня, то, что мы делали, да, для чего мы её делали, как вы думаете? Для чего? Ну вот мне тоже этот вопрос интересен. Мы же не заставляли себя всё время думать про это. Мы, скажем так, заложили себе какие-то условия на день. Но мы же себя не контролировали и специально ничего я не делала специально для этого. То есть оно шло само, правильно? Да. Оно шло само. А почему оно шло само? Потому что в этом потоке мы находились с вами в сверхсознании со своим Высшим Я. Нам всего лишь то нужно находиться на нашей дороге. И тогда душа, которая всё приготовила на этой дороге, радуется, да, а вы получаете это то, что она приготовила. А почему это не совсем получается? Потому что мы сейчас вспомним, существует такой стакан. И я очень строго спрашивала про определённую медитацию. Да? стакан сделали, да? Именно то, что мы делали. Мы с этого стакана удаляли негатив. Так вот, вот по нашей жизни в этот стакан всё, что не попадя, попадает. Да? Разные вещи. Особенно здесь лежат наши программы, наши реакции. Понятное дело, не только негативные. Да, я сейчас не только взяла один стакан негатива, это стакан жизни. Вопрос, чем мы его заполняем? Вот чем вы заполняете ваш стакан жизни? я немножко подскажу, да? Мы очень часто заполняем стакан жизни какой-то ерундой. Ненужной нам работой, ненужными отношениями, ненужными какими-то другими вещами. А всё, что нужно для развития, мы обычно откладываем назад, думая, что когда-нибудь это случится. А стакан потихонечку заполняется, заполняется и заполняется. А что это значит? А это значит, что это низкие вибрации. А это значит, что вы не можете создать собственную свою жизнь. Это значит, что вы не находитесь в вашем потоке, на вашей дороге, где всё приготовлено. Вот что это значит. Схема очень простая, вспомним её ещё раз. чем выше, ну теперь я уже спрашиваю, да, чем выше вибрации, что у нас происходит? Тем легче организовать свою жизнь или сложнее? Чем выше вибрации, тем больше позитива. позитивные события дают высокие вибрации. Соответственно, негативные дают низкие вибрации. И вот задумайтесь сейчас, просто задумайтесь сейчас, чем вы наполняете ваш стакан. Вот сколько там лет, да, там 40, кому-то может 50 и так далее и дальше, да, кто-то ещё помоложе. Тем не менее, чем вы наполнили ваш стакан? Всё косячи. медитация это очень легко посмотреть, но сейчас мы не будем, я не буду вас баловать, потому что у нас впереди ещё карта. Вот, пожалуйста, напишите в чате мне, пожалуйста, вот честно подумайте и напишите вот, у меня только супер позитивом заполнен. То есть, вот, чем заполнен ваш стакан? Есть у нас вот тут такие люди, где вот стакан только светом заполнен, только радостью, счастьем от жизни. Всё удаётся. Я про себя говорю нет, потому что у нас сунули эти определённые программы. Вопрос соглашались ли мы с ними или нет, это уже другой, более такой раскрытый вопрос. Ольга, обидами, разочарованиями. Да, факт. А что такое обида? Это энергия, которая сверлит ваш организм. Сверлит напрочь. Высверливаете там дырки энергетические, которые потом не заполнят. и чем больше это обида, тем это намного лучше. Обидами, разочарованиями, но если позитив... Нет, ну конечно есть позитив, конечно тут есть позитив. Я не спорю. Давайте сделаем такую вещь. Посмотрите, пожалуйста, сейчас, закройте глаза и на спидку вот... Покажите нам наш стакан, чем он заполнен. Вот наш стакан жизни. Каждому покажите пожалуйста, то есть мы делаем следующую вещь. Глубоко вдыхаем себя... Не удержалась. Сделаем медитацию. Мы глубоко вдыхаем себя, выдыхая просто говорим покажите нам в этой энергии мой стакан жизни. Спасибо. глубокий вдох и выдыхая приносим картинку сюда и пишем в чате. А кто хочет, может голосом сказать. те, меня смотрят сейчас в фейсбуке и не заходят в ЦУ, тоже можете написать, что вы увидели. обида это не всегда не выплеснутая злость. Злость немножко в другую энергию. обида это попытка на себя перетянуть энергию и вызвать сожаление у других. Обида вытаскивает энергию из других людей. Вы замечали очень часто наши дети обижаются, наши мужья обижаются, наши родные обижаются, а потом вы уставшие. Это все оттуда. это в стакане или вы все еще про обиду пишете? Страхи, обида, тревога. Голосом можно говорить. Инна, что вы видели? немножко там хорошего есть. класс, 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 класс. Хорошие есть. Это отлично. так как мы акцентируем внимание на таких проблемах, у меня почему-то стресс какой-то первая мысль была такая, беспокойство птицей. и как вот ну вот не знаю, такая метафора может быть, как подбитая птица, разочарование или как не выполненные какие-то планы. Ну, обида. Обида за то, что вот какой-то такой точок произошел. Обида. Окей. Окей, спасибо, спасибо. Валентина, Валентина написала, Ольга тоже написала так. Валентина, страхи, обида, тревога в стакане. Вот, чем наполнен стакан. Ольга, на дне песочек, есть вода. Вода это хорошо, песочек нет. Песочек что-нибудь там закопали в песочке. Вот, мы сейчас туда не пойдем. Поняли, да? Поэтому, в принципе, мы делали такую маленькую-маленькую медитацию, да? Я просила всех сделать стакан негатива из себя вылить. Но кто-то делал, кто-то нет. Да, конечно, наполнение стакана неоднородное, слоями, правильно? Тут лежит наш опыт, тут лежат наши всяческие отношения, проблемы. реакции, работы. Весь спектр жизни тут лежит. Плюс еще реакции лежат слоями, правильно. Поэтому в нашей программе мы на энергетическом уровне и на физическом работаем именно с первой, второй, третьей, четвертой чакрой. Потому что это энергетические центры, которые влияют на нашу жизнь. А если мы доходим дальше, до пятой, шестой, седьмой, но туда не пустят, пока у вас здесь грязно. Поэтому еще раз повторяю, если мы сравним, что сейчас происходит, да, и вот это вот именно в груди, четвертый энергетический центр, это именно связано с ковидом, это легкие, то мы можем осознать, что вообще происходит на земле. Сейчас сюда не пойдем. Понятно, да? И очень важно понимать, как долго еще мы будем заполнять этот стакан, простите меня, всяким дерьмом осуществовать, да, всякими сомнениями. У нас есть три сознания, да, у нас есть земное сознание, у нас есть физическое сознание, вот за физическое сознание, за его подъем, в нашей программе отвечает Ирина Болотова, наш йога-терапевт. И сейчас я предоставлю ей слово. И у нас есть духовное сознание, как вы видите, но мне может быть не совсем удалось, но все-таки картинка ограниченная. тем не менее, через физическое сознание можно влиять на земное сознание и духовное сознание, и конечно, большую роль играет духовное сознание и влияние на физическое и земное сознание. Ну, как вы видите, земное сознание находится на левой стороне, левое сознание, духовное сознание находится на правой стороне. У нас есть правая сторона и левая сторона, левая сторона материальная. Здесь у нас находится опыт. И очень часто вот это духовное сознание не может сюда пробиться, потому что здесь залежи этого опыта. залежи этих алгоритмов. И сюда же относятся и программы подсознания. И вот на нашем марафоне было важно, очень важно, и, к сожалению, не все это поняли, именно, что эта программа, когда вы ходите, были люди, которые ходили на все мероприятия, и были люди, которые решили, что ну хорошо, я похожу на стресс, а на йога мне не нужна. А йога, с помощью йоги, мы сделали такую программу, и об этом говорили с Ириной, что она как раз была рассчитана поднять ваши физические вибрации, не только поднять вас, вытащить с кровати, а поднять ваши физические вибрации. Чтобы от этого немножко отойти, я давала специальную медитацию, и чтобы понять, как здесь вообще работает, и как физически реагирует, я дала стрессы, это все было взаимосвязано, и день заканчивался определенной установкой медитации, и день начинался с этого. Поэтому кто еще это не посмотрел, кто еще это не увидел, вот нас уже смотрят три человека, но они висят на заборе, даже не решаются написать просто что-то или задать какой-то вопрос. Напишите просто привет, поставьте лайк, мы будем очень этому рады. Или просто элементарно присоединяйтесь в СУМ. Это очень просто, нажать на кнопку и присоединиться в СУМ. Я надеюсь, он у вас заканчивается. Итак, наш любимый и хороший Ирина Болотова, йога-терапевт, который с нами возился, передаю тебе слово. Наверное, моего опыта является то, что я долгое время жила в неведении, наверное, как и большинство из нас. Я не знала об этих вещах, что сейчас говорила Ольга, этих высоких, тонких вещах. И, соответственно, да, я погружалась в свои страдания, погружалась в свои болезни, скажем так, пока не дошла до определенной точки. И самое, ну, не знаю, может быть, вас это не касалось, меня коснулось, что врачи мне не могли помочь. Мне не могли помочь врачи, сильные дозы различных трансфилизаторов и так далее. И я поняла, что надо доискать другой путь какой-то. Другой путь. И вот йога это то, что лучшее, что встретилось тогда на моем пути. И я... Мне как-то сразу она понравилась. И я решила узнать ее изнутри, глубоко лкопнуть. Я поехала вот на курс, первый курс мой был в 12-м году. И там уже, конечно, я стала понимать, нам там стали говорить на курсе, что наше тело это не только физическое тело, наше тело это еще есть, ну, скажем так, на три хотя бы разобрать, ее можно и на пять, и на семь. Давайте разберемся хотя бы с несколькими. Значит, физическое тело это манамайакоша это то, что мы едим, да? Я есть то, что мы едим. И следующее это хроническое тело, это дыхание, дыхание это уже более тонкие моменты. И следующее тело это тело ума. Так вот, йоги говорят, что все наши болезни приходят с этого тела ума. Они даже разложили болезни на два типа. Это адиджавьяди и анадиджавьяди. Это санскритские такие слова, можете не запоминать, но я шифрую немножко. Адиджа, адиджавьяди это стиль жизни, в ядь это болезни. То есть адиджавьяди это болезни, связанные со стилем жизни. А анадиджавьяди это болезни, которые ну травмы и различные инфекции вот это. И адиджавьяди еще подразделяется на болезни, которые мы приобрели в ходе жизни и которые мы нам пришло по наследству скажем так с рождением. И здесь мы конечно бессильны с этими болезнями. Например человек рождается уже слепой, да? И естественно мы здесь бессильны. Так вот разобравшись с этой анатомией, ну это скажем югическая анатомия, мы можем понять как выкарабкиваться отсюда. То есть когда ум в стрессе, когда ну сейчас очень много стресса людей и он такое давлением давит на нас, такое давление стресса, наше дыхание очень учащается, вы сами заметили, когда мы волнуемся, или сильно учащается, или наоборот очень замедляется, и то, и то, и плохо. И когда дыхание, это дыхание разбалансирует каналы энергетические каналы, и когда каналы приходят в дисбаланс, конечно, клетки начинают умирать. И вот, ну, я глубоко не буду, конечно, сейчас копать, это не одного часа. нет, нет, у нас есть программа, вот там вот можешь потом. Нет, все равно очень, это очень глубоко, это в эти болезни, надо понять, что все болезни приходят с уровня ума, это называется психосоматика, это естественно сейчас, все уже знают это слово, все колени, болезни суставов, болезни позвоночника и так далее, головные боли, давление, диабет и так далее, и так далее, это все оттуда. То есть, когда стресс впускается в организм, первое, что мы имеем, вот как у меня получилось, это бессонница, первое бьет, потом желудок, язвы, давление, и там уже пошло глубже. Ну, и как мы будем справляться с этим? Йога это наука о уме, прежде всего. Не думайте, что мы делали какие-то там смешные упражнения ЛФК. В этот момент мы перезагружали свой ум, своим вниманием. Нам надо успокоить скорость ума, надо снизить его. через дыхание. Мы не успели на практике, ну, была запись сделать пранаямы, но, начиная с пранаям, здесь очень важно, этот аспект уже всплывает, вы понимаете, аспект пранаям. То есть, вот этот мостик между умом и материи, это дыхание. И все мы балансируем в практике. Дыхание, асаны дают нам кровоток, улучшают работу суставов и так далее, и так далее. И через дыхание мы подходим к уму, к медитациям, вот как Ольга вам дает, то есть, все это идет в баланс и начинается обратный процесс. И это вот я вам говорю, я прошла это 10 лет моей практики, страшные бессонницы годовые и так далее. И все возвращается. При этом же, когда разбалансировка организма идет, не только начинается разрушение организма. Ну и со временем, когда я погрузилась, узнала вот эти моменты, конечно, пришло знание о том, что говорила сейчас Ольга, о всех обидах и так далее, и так далее. Все это, все это воедино, это все в одной цепочке. и если одного звена нет, то ничего не срабатывает. Это все очень-очень взаимосвязано. Нельзя выбросить что-то одно, делать что-то другое, надо это делать действительно все вместе, тогда будет результат, если вы хотите. И я хочу вам сказать, что самое приятное в этом, большой бонус, что это происходит естественным образом. Не надо пить кучу таблеток, не надо ходить по врачам, не надо, я не знаю, в России сейчас лечат, как по запчастям разобрали организм, и вот ты ходишь от одного врача к другому, и никто тебя вместе не соберет. А йога это как раз баланс, и мы не лечим, йога не лечит там один палец или один сустав, он лечит весь организм в целом. Балансировка происходит всего организма. И что самое приятное, начинаешь лечить колено, грубо скажем, и налаживаются отношения в семье, потому что комплексный подход, нельзя, надо всегда делать все комплексно, и все вот это гармонизируется, выстраиваются и внутри отношения, и с собой, и так далее, и так далее, на работе, вот так это все работает. Могу чуть-чуть добавить колено, именно колено связано с такой проблемой, как дорога, быть на своей дороге, и, понятное дело, гордость, и вот налаживается отношение к семье, конечно. Вот таким образом. Картинку вы видели, возможно, не все были на программе по стрессам, которая была просто программа дня, но все, наверное, свои стрессы, внутренние мысли, установки получили, кто в чат, боте, тот получил немножко в минимуме, но тем не менее, попадание было очень хорошее, кто приходил, естественно, сюда, тот получил, естественно, здесь намного больше, получил полностью расклад, потому что внутренние наши мысли, установки формируют опять-таки вот эту спираль вибраций. И, как мы видим, самые низкие вибрации это у нас страх, чувство вины, ложь, обида и очень важно, очень важно именно в какой момент очень важно уметь перейти отсюда сюда. Как это сделать? Это можно сделать буквально за пять минут, закрыв глаза и перетащив свое сознание наверх. Ну, как это уже делается, подробно, конечно, шагами изучается и тренируется в нашей программе. Всего сразу не расскажешь, но важно менять вот это состояние. У меня еще будет один интересный слайд. Просто запомните, когда вы видите вот эту уже пирамиду, вам не захочется сидеть в депреснике. Потому что это прямая дорога вниз. Еще я вам открою такой секрет. Когда человек сидит в депреснике, он сидит не только в депреснике в этой жизни. Он, поднимаясь наверх, тащит вот это вот свое барахло собой наверх. Потому что наверх уходит состояние человека. Весь его опыт, все его земное сознание остается здесь, физическое. А вот это вот поднимается наверх. Поэтому хорошо подумайте, как вы только упали в низкие вибрации, значит нужно работать со стаканом. Например. Да, так вот хочу тоже вернуться к вибрациям. Это уже тоже визили в первый день вы. Возвращаюсь, так как это тоже очень важно. Всем добрый вечер еще, так как я в конце так вот еще всех приветствую. И опять же можете посмотреть, на самом деле, какая частота эфирных масел и насколько это опять же хорошо и сильно работает. еще конечно тоже хочу добавить, что вот именно наши все негативные эмоции, какие-то стресс, страхи или какие-то у вас в общем какой-то негативы, что они автоматически понижают наши вибрации сразу же на 10 мегагерц. и точно так же если вы какой-то в хороших эмоциях, если вы слушаете приятную музыку, слушаете хорошую еду или общаетесь с позитивными людьми, точно так же вы можете автоматически уже тоже на 10 мегагерц поднять эти вибрации. Все остальное это уже конечно опять же длительная работа и вот кристалл например здесь об эфирных маслах это просто о маслах тоже показало и точно так же вот кристаллы когда они излучают свои вибрации они как бы создают такое поле и это поле влияет на наш организм заставляет и тогда заставляет его работать и работать выздоравливать подниматься вверх поэтому это тоже все очень важно и уже как все сказали и Ольга и Ирина и недаром вот мы все втроем и вместе собрали что это именно должна быть комплексная работа что вы тоже не можете автоматически поднимает у вас или снижается вибрация но это опять же работа длительная с этим нужно работать это должен быть как ритм режим у вас конкретный что вы именно того не сделали это сделали а это все должно быть систематично и именно сбалансировано поэтому работая над этим с желанием если все это делать результат будет поэтому очень тоже к этому призываю что если начали если у человека есть желание и все это делать то правда поднимаются вибрации улучшается конечно наше состояние жизнь и все все в общем улучшается вот это тоже красненько наверное так уж больше ничего сильно не добавлю все остальное тоже много всего это все уже идет в дальнейшем все что можно рассказать и показать и чем еще чем могу поделиться а сейчас тогда я может тоже кратенько очень кратенько отвечу на вопросы которые были вчера заданы и скажу значит про интересный вопрос речной жемчуг на самом деле интересный камушек и вот именно изделия из жемчуга они помогают при болезнях когда и проблемах бывает почками печенью пищеварительной системой гипертония это очень хорошо работает этот камень также хорошо работает с разными проблемами и заболеваниями глаз и ушей у кого есть очень прекрасно этот камень считается еще символом благополучия и процветания поэтому вот кому нужно опять где-то что-то развить и повысить свое процветание вот пожалуйста тоже значит у кого-то там есть этот камень так вот его положительные свойства еще его считают символом брака так что тоже кто хочет удачно выйти замуж или просто выйти замуж тоже замечательный камушек изумруд и во многих и во многих странах его считают еще камнем долголетия это вообще потрясающе он очень хорошо успокаивает психику приносит душевное равновесие и умиротворение тоже очень гармоничный и интересный камушек следующий что был вопрос это изумруд есть определенные вещи которые уже скажем так приготовлены для вас что это себя включает если посмотреть что такое вообще поток вот мы слышим поток 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 что же такое поток давайте свяжем две вещи я надеюсь у меня сейчас получится если не получится придется отдельно ну понятно круг жизни или сферы жизни вам знаком семья здоровье финансы карьеры личностный рост духовность отдых отношения в середине тут должна стоять гормон всего этого что же это это простой рисунок это нормально вы видели это всегда теперь давайте проделаем небольшую вещь давайте представим тот же круг только не будем сейчас делить его на сферы и наверху нарисуем еще один такой круг надеюсь что система даст да есть такой круг на физике есть такой круг духов давайте соединим что это вам напоминает напишите пожалуйста чате напишите пожалуйста фейсбуке где вы смотрите что вам это напоминает фейсбуке а простите был задан вопрос валентина задала вопрос какой камень лучше носить знак зодиака дела я думаю что это все уже идет немножко в дальнейшем и когда уже конкретно идет обучение там уже идет все более более разбирается более серьезно сейчас я все говорила это в общем я даже не касалась этого гороскопа поэтому я считаю мы далеко наверно от гороскопов идем по энергии я даже лично сама да как я и говорила что больше преклоняюсь к интуиции и да на гороскоп даже очень редко обращаю внимание скажу честно теперь я рисую сюда поступает энергия слышу что это такое это же элементарный поток вот он вот что такое гармония на самом деле плохо мне тут рисовать вот гармония чтобы во всех областях удалось равное количество энергии чтобы все области были развиты и мы это постепенно вычищая ваш стакан вы уже познакомились с этой медитацией да с этого мы начали постепенно приводим вас в другое состояние исключено я не имею ввиду та таблетка которую врач прописал на этом уровне еще это не всегда скажем так человек понимает но большинство из вас понимает что таблетка это просто ну что такое это блокировка симптомов организм вам кричит эй алло что-то не в порядке у меня тут вышло из баланса да а вы ему сюда таблетку все блокада все классно на некоторый период времени на очень маленький потом вам снова нужна эта таблетка так не работает биэнергетика так не работает йога и так не работает работа с кристаллами ароматерапии и так далее не работает это работает вот так шаг за шагом нет никакой волшебной таблетки я знаю вы сюда пришли за волшебной таблетки вот напишите кто пришел сюда за волшебной таблеткой кто вообще ходит по марафонам за волшебной таблеткой я уже прям сходу вижу этих людей я сейчас проглочу какую-то волшебную таблетку и я вот эту вот весь стакан который извините меня я насобирал все вот это вот дюрьмо я собирал его 50 лет мне эта волшебная таблетка раз выльет и все будет классно и ничего не нужно осознавать ничего не нужно делать кто понимает что это так не работает а кто вообще задумывался вот напишите в чате кто задумывался для чего он живет опс меня не видно для чего живете вот напишите в чате для чего живете зачем вы пришли на эту землю достаточно глобальный вопрос потому что живете вы все равно мы все живем все равно кто-то живет как-то чтобы просто перейти отсюда скажем так так у нас есть свободное тут место просто вот дорога и я как вот шарик перекочусь сюда а там я не знаю что можно идти по этой дороге радоваться жизни радоваться других радовать других а можно катиться как извините кусок не буду говорить чего мало того что катиться закатывать ведь еще других свое какое-то понимание мне плохо мне мне плохо мне плохо мне плохо мне плохо мне плохо неплохо потом он поднимается наверх чем ты поднимешься наверх с вот этим вот плохо что-то туда представишь и вопрос очень я задумываюсь вот задумывается напишите напишите каждый зачем он сюда пришел мы сейчас не идем ни в какую медитацию просто напишите каждый зачем пришли посюда неужели вы пришли за тем чтобы бороться с банками чтобы с какой-то фигню какую-то добывать постоянно зачем пришли посюда неужели вы пришли сюда вас пустили сюда для того чтобы вы делали нелюбимую работу чтобы вы жили как робот на работу встал побежал купил что-то сделал непонятное и эта непонятная энергия она идет дальше другому непонятному и вот и вот так вот весь мир а может мы пришли для чего-то никто что-то не пишет может кто-то голосом скажет как он считает для чего для чего он пришел штаны штаны протирать вот это вот вот так вот перекатиться сюда чтобы его нигде не заметили а то что вам дала душа а весь багаж а все все духовное которое делает такой эксперимент оно просто хочет понять я тебе все дал создай создай по образу и подобию я же тебя сделал моей частичкой ты же частичка бога ты умеешь создавать ты умеешь творить а ты копаешься в своем барахле а у тебя нету денег на это творить ты говоришь да зачем мне оно надо оно мне деньги не принесет и все перерубил себе дорогу все закрыл сверху никогда не могут помочь если человек сам туда наверх не обратился никогда не помогут а если вы стоите вообще вот тут где-то в плинтусе ниже вот на тех вибрациях самых низких вот просто высший мир не слышит если вы еще вообще от дороги отошли я не знаю там 20 метров может 20 километров и где-то там в болоте сидите ну хорошо думает душа ладно опять перекатимся на следующую жизнь класс может быть там эти планы снова мы сделаем а хочу я сидеть в этом болоте хочу я снова сюда подняться с каким стаканом я хочу сюда подняться что я принесу себе как частицы бога а может у я и бог и есть в какой-то интерпретации и у нас есть замечательная программа которую вы можете освоить в течение четырех недель 28 дней 28 дней нужно для того чтобы сознание поменялось чтобы поменялись установки чтобы поменялась определенная система восприятия чтобы на каждом энергетическом уровне произошло как очищение так и осознание и мы ведем вас от первого энергетического уровня до четвертого и если хотите и есть дальше как мы вас ведем мы ведем вас с помощью нашей программы наша программа уникальна и имеет три фазы или скажем три три возможности первая возможность это первая глубина изучения это для тех кто уже специалист и хочет и может освоить эту программу самостоятельно без поддержки наших экспертов то есть меня и без поддержки Рима вторая программа осуществляется ну она рассчитана именно и специально сделана нами для новичков именно где мы вас берем да за руку можно нарисовать здесь руку и ведем вас создаем с вами ваш день вы учитесь не только создавать день вы учитесь исправляться от вашего накопленного негатива который возможно тянет вашу спину так как это прошлые проблемы связанные со спиной с ногами я уже говорила это наш путь то есть когда вы отходите от определенного вашего пути вас начинают болеть ноги и это мы как раз изучаем с различными моментами вы видите биоэнергетика создание дня теория практика для работы с чакрами закрытие дня медитация причем вам не нужно знать что такое медитация это у нас активная медитация я иду и шаг за шагом все вам объясняю если у вас что-то не получается у вас есть моментальная обратная связь что я думаю что такой связи как у нас обратной я думаю нет ни в каких других программах по крайней мере я точно отвечаю за нашу программу я знаю что она дает результаты и хорошие результаты и люди которые и мы с Римой именно не только вас ведем не только смотрим мы смотрим и сразу реагируем и реагируем именно на группу реагируем также индивидуально когда человек где-то застрял где-то какая-то сложная ситуация финансовая или ситуация с отношениями мы прорабатываем буквально что такое энергетические уровни энергетические уровни чакры это уровни осознания это уровни нашего сознания и мы на каждом уровне учим вычищать вас от проблем от тех накопившихся программ и установок и это прекрасно поддерживается занятиями записи с йогой хотите вы можете их использовать также вечером мы рекомендуем делать это с утра и на двух вебинарах с которыми мы на которых мы с вами встречаемся мы объясняем как это все делается но без всяческих проблем вы все делаете в том режиме в котором удобен который удобен вам если вы смотрите видео вы можете посмотреть это вечером после работы важно чтобы вы сделали небольшие домашние задания просто дается на день одно домашнее задание чтобы вы уже получили на сегодняшний день именно в этот день в котором дается домашнее задание ваш результат и избавились наконец в течение четырех недель от каких-то хронических болей от плохих отношений либо пересмотрели эти отношения поменяли точку зрения на определенные вещи научились общаться со своими близкими научились общаться на работе создали себе благоприятные ситуации на работе это все не фантастика это все работа в энергии и мы показываем эту работу видео и запрашиваем от вас также обратную связь и по этой обратной связи ориентируемся что вам нужно дать в рамках этой недели чтобы у вас был еще лучший и более классный результат глубина изучения 3 насчитывает 4 встречи в ЦУМе это более интенсивная и более индивидуальная программа которая включает полностью весь пакет второй плюс еще дополнительные две встречи более индивидуального порядка то что вы то что вам нужно тут рассматривается более ваше еще скажем так индивидуальней ну кому-то удобней в группе идти и видеть как другие пишут комментарии как другие реагируют какие вопросы другие задают кому-то это удобно сделать в какой-то частной такой встрече в ЦУМе буквально небольшие группа по 4 человека либо по 2 человека я думаю что время настало действовать причем у вас есть гарантия возврата денег в течение 14 дней мы так уверены в нашей программе что мы предлагаем вам эту гарантию потому что нам так же как и вам важен результат и я думаю что вы устали от всяческих вебинаров от марафона от накопленных в вашем стакане многочисленных знаний с которыми вы ничего не можете применить ничего не можете сделать и поэтому уже возможно и как бы и на наша программа вам возможно не интересно потому что вы не понимаете ее эффективность я пытаюсь вам донести то что мы делаем и за это я отвечаю своим именем своими знаниями и своим энергетическим потоком у вас что будет у вас будет закрытая группа где постоянно вы находитесь в центре внимания 4 недели и где мы даем всевозможные методики так чтобы это вы вас приняли мы не засыпаем вас видеоматериалом мы даем каждый день новый минимальный видеоматериал но который вы можете проработать в течение дня и получить результат и затем делаем корректировку от того какой был результат я думаю время настало действовать сейчас вам дана будет ссылка для тех кто смотрит в записи вы получите ссылку в чат боти нажимайте делайте предоплату и мы ждем вас на нашем курсе рестарт себя всем спасибо за ваши вопросы и что вы были с нами и изменяйте трансформируйте свою жизнь спасибо 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 Продолжение следует...